Вечерний Сочи для Макспортал.ру 16 ноября в России отметили День Самбо. Этому виду единоборств исполнилось 77 лет. Сочинцы также присоединились к спортивному празднику и продемонстрировали мастерство защиты без оружия. Показательные выступления состоялись в спорткомплексе 9-й гимназии. Их увидела и наш корреспондент Яна Кулешова. Празднование началось с посвящения юных спортсменов. Они дали клятву самбиста и тем самым пополнили многочисленные ряды представителей этого вида единоборств. Сегодня число последователей самозащиты без оружия на курорте составляет более тысячи человек. Самбо какие-то единоборства, он и должен, и обязан быть массовым. Для того, чтобы им занимались детишки, это, во-первых, и правильное физическое воспитание, и патриотическое воспитание. И мужчина, любой мужчина должен иметь возможность и способность защитить и себя, своих близких и, естественно, и свою родину. Преуспели сочинские самбисты не только в защите семьи и родины, но и в достижении высоких спортивных результатов. Наши единоборцы не раз становились призерами и победителями международных чемпионатов. Среди наград Руслана Антоняна – мировой суперкубок. Но это не предел мечтаний, говорит спортсмен. Хочется, чтобы наш национальный вид спорта попал в программу Олимпийских игр. И это будет для каждого самбиста очень приятно. Будет цель уже. У нас самое высшее соревнование – это чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы были Олимпийские игры. Олимпийские игры – это не единственное, к чему стремятся сочинские самбисты. Их цель – сделать курорт центром проведения крупных турниров по этому виду спорта. И, надо сказать, уже есть первые результаты. Так, в феврале 2016-го Сочи примет молодежное первенство России по самбо. А в 2017-м – чемпионат мира. Яна Кулешова, Олег Филаткин. Вечерний Сочи.